Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про пластик и вино. Очень часто вы мне задаете вопрос, можно ли хранить вино в пластиковой посуде. Я вам периодически отвечаю, но, пожалуй, сегодня мы поговорим об этом более подробно. Более подробно, конечно, рассмотрим вариант хранения, но чуть-чуть я коснусь и других этапов виноделия. На сегодняшний день пластик очень плотно вошел в нашу жизнь. У нас все, ну, во всяком случае, много чего в пластике. Да, это удобно, это легко, насколько безопасно, либо небезопасно. Ну, тут понятно, что производители нам особо ничего не говорят, но по телевизору вот в последнее время прям вот очень часто в передаче, что пластик вреден, пластик вреден, пластик очень вреден. Ну, к сожалению, мы от него никуда не денемся. И он нас и так окружает повсюду. Единственное, что мы можем минимизировать контакты с ним. Ну, давайте разберем с первоначального этапа, когда мы вино ставим на брожение. Да, я тут же использую пластиковые емкости, синепластиковые бочки из пищевого пластика. Почему я их использую? Конечно, если бы у меня была альтернатива, я бы использовала что-то другое. Но на сегодняшний день заменить чем-то под мои потребности, ну, не представляется возможным. Как в плане финансовом, так и в плане обслуживания этого. Да, очень классно сбраживать в открытых дубовых бочках. Ну, во-первых, такая бочка стоит денег. Во-вторых, она имеет определенный вес. Когда нет отдельного помещения, где бы просто стояла там посуда, было моечное отделение, еще что-то. Да, когда такого помещения нету, то, конечно, мы сталкиваемся с определенными сложностями. Пластик тут наиболее удобен. Да, конечно, еще очень хорошо нержавеющая сталь, но там тоже вес и цена. Хотя на сегодняшний день можно заказать, ну, даже под заказ любые емкости, их без проблем сделают. Достаточно развито производство из нержавеющей стали, поэтому какую-то бочку можно заказать. Ну, только цена вопроса. Дальше. Торговля предлагает нам специальные пластиковые емкости для сбраживания вина. Вот это что-то типа ведерок, там крышечками закрываются, уже сразу затворы поставлены. Насколько это как бы хорошо, не хорошо, ну, в некоторых случаях я считаю, что можно использовать. Тем более, все-таки конкретно этот, например, вид пластика, он создается под определенные потребности. Дальше, следующий этап. Мы сняли с мезги и разлили в какие-то бутыли. Вот там тоже очень часто используется пластик. Хорошо это или нехорошо. Опять же, не вдаваясь в то, что нам все время внушают, как пластик вреден и все прочее, просто порассуждаем логически. Смотрите, когда производятся пластиковые бутыли, мы сейчас говорим, например, не о тех, которые там почти 20 литров для кулеров, которые, мне кажется, что заменяются, да, а те, которые вот чуть поменьше, в которых мы покупаем воду. Так вот, во-первых, эта емкость, она рассчитана на воду, это раз, то есть на неагрессивную среду. Во-вторых, она рассчитана на одноразовое использование. То есть, применять, либо не применять в виноделии, ну, мне кажется, есть смысл задуматься. Противники вообще использования пластика посуды в конкретной виноделии, они говорят о том, что пластик искажает вкус, потому что все-таки определенные вещества могут переходить в вино. Кроме того, сам пластик, то есть, было такое исследование, хотя французы, по-моему, делали, ну, как бы не считается оно до конца завершенным, и планировался второй этап, насколько он там завершился, не завершился, они сделали модельный раствор, то есть, раствор определенных веществ, которые имитируют вино, и вместили в пластиковую емкость. Так вот, определенные вещества, они стали в пластик уходить. Ну, как бы, для вкусовых качеств вина, это не очень хорошо. Ну, вот им сказали, что дегустационной-то оценки не было, поэтому, как бы, может, не совсем корректный этот эксперимент. Ну, просто как факт. Кто-то говорит о том, что, как бы, пластик дышит, пропускает кислород, и не очень хорошо для вина, ну, в дубовой бочке тоже пропускает кислород. То есть, я бы на это не акцентировала внимание, а акцентировала бы внимание на то, что все-таки большинство вот этой пластиковой посуды, оно рассчитано на одноразовое использование. Раз, и вино уже содержит определенный процент спирта, это определенная агрессивная среда, для которой конкретно вот это вот не совсем предназначено. И еще, когда-то, несколько лет назад, еще у меня не было в достаточном количестве стеклянной тары, и мы использовали 20-литровые бутыли из-под пива. Да, то есть, казалось бы, пластик там как раз-таки, ну, сделан, пусть в пиве гораздо меньше алкоголя, но тем не менее. И я вам скажу, что мне очень не понравилось, как вино там бродило. Я не скажу, что появились какие-то посторонние вкусы, еще что-то, нет. Но бродило оно плохо. Вот в стекле оно бродит совершенно по-другому. Дальше решать вам. Вот лично мой опыт, и сейчас я все сбражу в стекле. Да, у стекла есть определенные недостатки, мы еще об этом поговорим. И следующий этап – это хранение. Хранение – это тот момент, когда у нас вино наиболее долго контактирует с посудой. И, конечно, вот касательно хранения, если где-то на промежуточных этапах они у нас не всегда занимают много времени, и у нас не всегда есть какие-то возможности. Я считаю, применение пластика допустимо, хотя желательно его максимально ограничить, с моей точки зрения, да, то вот уже касательно хранения, ну, хранить в пластике как-то, я считаю, не совсем хорошо, потому что есть другие виды посуды. Смотрите, ну, я у себя показываю, то есть это 6-литровая бутыль. На самом деле вот различных бутылей на вторичном рынке гуляет очень много. Было бы желание, то есть найти, купить можно это раз. Торговля тоже предлагает различные емкости, там и 5, и 7, и 10 литров, и больше, ну, конечно, не самое дешевое удовольствие, но тем не менее. И в конце концов у нас у всех есть такая классная штука, как 3-литровые банки. Вот это точно и есть у всех. Можно даже не покупать специально, пойти в магазин, купить сок в 3-литровые банки, да, выпить, и банка вам еще останется. То есть конкретно для хранения, поскольку все-таки это довольно длительный срок, лучше всего использовать стекло. Что касается того, что, да, может разбиться, ну, конечно, да, может разбиться, повредиться. Надо стараться аккуратно, надо стараться защищать. Если у вас помещение с бетонным полом, то, конечно, желательно либо его чем-то этот пол застелить, потому что каждый раз, когда вы ставите бутыль, там могут быть микро-какие-то трещинки. Поэтому бетонный пол, либо мы что-то на него настелаем, что да что угодно доски можно постелить. Ну, обычные там пару досок и на них ставить бутыли. У больших бутылей, как правило, они все продаются с определенной, скажем так, защитой. То есть в оплетках 20-литровые бутыли, даже бушные, продаются часто с таким пластиковым барабаном. У меня часть бутылей, которые были без всего этого, на них мы сделали специальную оплетку из лозы. Удобно, красиво, эстетично и, ну, достаточно безопасно, потому что она не стукается. Но такие бутыли при желании тоже можно чего-то придумать, чего-то сделать, чтобы, ну, их максимально защитить. Потому что, конечно, когда бьется удовольствие от этого мало. И еще чуть-чуть касательно хранения, смотрите, что еще у вас есть в арсенале. Ну, на самом деле, большинство из вас так или иначе употребляет какие-то спиртные напитки. Либо ваши знакомые, либо знакомые ваших знакомых употребляют какие-либо спиртные напитки. И у вас есть бутылки с винтовыми пробками различного литража. Вот, нам не надо даже ничего специально покупать. Трехлитровые банки есть абсолютно у всех. И вот это вот тоже есть абсолютно у всех. Просто не выбрасывайте. И тогда всегда любой объем вам очень легко разлить и хранить. Пожалуйста, надо больше. У вас есть трехлитровая банка. Есть и пятилитровые банки, по-моему, даже в хозяйственных магазинах продаются. Дальше у нас идет уменьшение объема. Все, взяли в такие бутылки, залили. Это литровая, есть 0,75, есть 0,5. В конце концов, даже маленькие есть. Все, залили, закрутили. И у вас все хранится, ну, скажем так, в более-менее правильном материале. Как бы по пластику, ту рекомендацию, которую я нашла, не хранить больше трех месяцев. Ну, тут смотрите сами. Опять же, если нет каких-то других вариантов, ну, можно похранить, но недолго. С другой стороны, именно для хранения вариантов использования того же стекла гораздо больше. И мне кажется, что, ну, гораздо разумнее хранить это в стекле. Что касается предыдущих промежуточных этапов, да, лучше не использовать. Но там смотрим уже по нашим возможностям. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!